Матвиенко Маргарита Анатольевна, ведущая тренингом, организатор творческой группы «Мастер». Доклад на тему «Миссия невыполнима. Почему мы остаёмся там, откуда уходим?» За трибуной стоять не умею, я лучше так. Слышно? Всем добрый день. Я представляю здесь, с большим удовольствием, мы впервые на этой конференции в достаточно большом составе. Творческая группа «Мастер» из Запорожья под руководством Александра Зелинского. Если кто-то о нас уже слышал, то рады будем познакомиться живьём, потому что знаю, что спрашивали. Что бы хотелось сказать на такой большой, интересной и разнообразной конференции? Самое приятное, что она настолько разнообразная. Так много разных направлений, разных людей, которые интересуются всем, чем угодно. И как раз в этом разнообразии есть какие-то такие вот живые краски жизни. Потому что, когда попадаешь на конференцию узконаправленную, людей, которые занимаются чем-то одним, конкретным, то возникает через некоторое время ощущение какого-то, ну, тихого психоза. Когда все начинают говорить на языке непонятном для остальных и считают себя самыми умными. И глупыми тех, кто не понимает этого языка. Вот, поэтому это приятно. И что хотелось бы сказать, почему доклад называется «Миссия невыполнима», и почему мы остаемся там, откуда уходим. Здесь есть разные аспекты этого вопроса. Ну, один из них самый простой, такой очевидный, который очень часто происходит, и мы с ним сталкиваемся, об этом уже вот здесь говорили предыдущие докладчики. Когда работаешь с людьми, и с людьми, которые декларируют какие-то проблемы, которые что-то хотят решить в своей жизни, они обычно приходят, получают какую-то помощь, какой-то инструмент. на разном уровне, разными способами, разными методами. После этого через какое-то время у человека возникает эйфория на некоторый момент, на какое-то время эйфория. Потом через что-то проходит, и он говорит опять то же самое. Очень часто бывает так, что вроде бы, казалось бы, решение найдено, все хорошо, вот у меня все начало получаться, все замечательно. И опять возникает этот вопрос. Почему опять я возвращаюсь к этому? Я вроде бы так от этого хотел уйти, я столько для этого сделал. Я так от этого избегала. Я решала эту проблему, я решала эту задачу, я это, я не знаю, я уже там занимался уринотерапией, я занимался йогой, я занимался духовными практиками, медитациями, я ходил к психологам, я уже все прошел. И все-таки почему-то я продолжаю раздражаться, почему-то я продолжаю испытывать эмоции, которые я называю негативными, я продолжаю испытывать дискомфорт внутренний и душевный. Почему? Если говорить о бизнесе, то возникают такие вопросы, когда человек говорит, ну, елки-палки, все же правильно, прошел семинары, прошел тренинги, научился составлять бизнес-план, тайм-менеджмент, ну, очень много всего умного. Но елки-палки, опять я говорю, как наберу себе работников, опять в казбурнику. И я, говорит, такой умный, я все уже знаю, а они, сволочи, ничего делать не хотят. И вот, говорит, удивительно, этих уволил, но он взял опять то же самое. И, говорит, может, не совсем то же самое, бывает хуже, бывает лучше, но примерно вот в том же самом поле. И есть еще такой, то есть этот момент, почему мы все-таки там остаемся. И есть второй момент, связанный с этим. Мы все куда-то стремимся. Вот люди собрались здесь, они все знают, что есть вот там путь какой-то, да, у человека жизненный, духовный путь, путь развития. Мы все куда-то идем. То есть мы от чего-то хотим уйти и куда-то хотим прийти, куда-то стремимся. При этом, когда возникает желание уйти и прийти, мы чувствуем это как какую-то вот миссию такую для себя важную. То есть мы что-то выполняем в жизни важное. И это на самом деле так. Мы действительно выполняем что-то важное. Но проблема бывает в том, и вопрос в том, что именно мы считаем важным и от чего мы хотим уйти. Очень часто, не очень часто, а практически так и есть. Мы уходим именно от того важного, что очень важно нам делать в своей жизни. И то, что каждый из нас делает, это является самой важной задачей для него в жизни. И он ее будет делать, несмотря на то, сколько сознания не настраивай, сколько ему не объясняй, сколько ему не говори, какие слова хорошие, а какие плохие. Вот эти чувства правильные, нужно чувствовать любовь. Вот мне это очень нравится, знаете, очень люблю. Вот приходят люди такие духовно продвинутые, говорят, вы знаете, любовь это все. Вот надо чувствовать любовь, и проблем не будет. Ну, я бываю иногда злая на тренингах, я просто говорю одну, две, ну максимум три фразы, и человек начинает чувствовать что-то совершенно противоположное. И я ему говорю в этот момент, попробуй сейчас почувствовать любовь. Ну, как правило, это сложно. По крайней мере, глаза выдают, и желваки ходящие на лице. Дело в том, что действительно важно, на самом деле мы пытаемся отказаться от того, что реально важно. Мы проявляем то, что мы проявляем. Внутри нас есть определенная система отношений, определенная взаимосвязь энергии внутри, которую необходимо проявлять, и мы ее проявляем. И почему тогда нам это не нравится? Почему то, что мы делаем, дело рук наших как бы не удовлетворяет, и хочется от этого отказаться, хочется сказать, это не мое, это не я создал. Это злые духи, это кто-то плохой, я хочу хорошего, я хочу лучшего. Может быть, потому что мы просто упаковываем это в упаковке, мы пытаемся найти какую-то форму. Это форма такая, это не такая, это форма правильная. Вот если я достигну этого уровня просветления, если я пройду еще пять инициаций, то у меня будет правильная форма. Если я еще вот так вот сделаю, моя форма станет еще более привлекательной. Но на самом деле дело не в форме, а дело в том, что изнутри наполняет эту форму. И как только мы начинаем снимать оболочки с формы, оказывается, что внутри энергия, которая способна действительно очень на многое, которая способна вдохновлять, вести, радовать, и вообще просто позволить радоваться жизни здесь и сейчас. Но когда эта форма, ну мы не можем не создавать форму, опять и опять ее создаем. И если, скажем, мы сломали один круг, то тут же строим через некоторое время другой, очень похожий на первый. Именно такой, какой он должен быть. Но что с этим делать, и вообще надо ли что-то делать? Делать, я думаю, надо. Прежде всего надо жить. Это прежде всего. Надо жить и чувствовать жизнь. Надо иметь желание жить. Во-вторых, то, о чем вот говорилось, вот докладчик Мария, да, пройдя на социограмму, и другие, есть другие методики, которые работают с тем, что вот на нас влияет. Вы понимаете, можно очень... Да. Да. Можно очень долго копаться в том, что было в прошлом, это на некоторых этапах правильно, и мы занимаемся системной расстановкой, мы занимаемся тем, что нас приводит к этому состоянию. Но на самом деле не это является наиболее важным, это всего лишь один из слоев. Есть несколько логических уровней, есть несколько уровней наших проявлений. Чем выше уровень, тем мы больше видим, тем наше видение расширяется, как подъем на гору, наше видение расширяется. И вот когда мы... Чем больше открыто нам пространство, чем больше оно доступно нашему осознанию, именно не пониманию ум, а осознанию, чем больше энергии мы позволяем себе пропускать, как в структуре, тем наша жизнь становится полнее. Поэтому вопрос идет о том, чтобы не цепляться за оболочки, за ярлыки, за якоря, а в том, чтобы идти к себе и одновременно подниматься над собой и выходить из системы. Вот у нас очень интересно заявлен мастер-класс Александра Дзелинского, который называется «Могущество за пределами логики». Это как раз возможность подняться и выйти за пределы привычного линейного мышления, научиться смотреть системно на себя, на свою жизнь, на все, что нас окружает. И тогда вы становитесь уже не просто пешкой или человеком, который идет в лесу, потемках, натыкаясь на деревья, а человеком, у которого есть карта, который видится в топографии. И если еще при этом вы чувствуете и знаете, это моя любимая тема, миссия, идеальная реализация, если у вас есть компас внутри, который говорит вам о том, что, вы знаете, нельзя вот кому-то, кто бы вам ни сказал, правильно так или правильно так, но когда внутри открыт этот компас, и вы эту стрелочку чувствуете постоянно, куда я иду, что вот этот шаг, это моя реализация, этот шаг наполняет меня силой, тогда у вас есть компас. И когда вы со всем этим движетесь, тогда ваша жизнь наполняется, тогда вы можете чувствовать каждую клеточку своего тела, как чувствует наша Наталья Кудряшова, которая умеет прекрасно владеть своим телом и тоже здесь может немножечко научить остальных. Тогда вы понимаете, что такое вдох, что такое выдох, что каждое дыхание ваше, это ваша жизнь, что в каждое мгновение вы живете, вы есть, и вы такой, как вы есть, просто прекрасный. Спасибо за внимание, я рада всех видеть на этой конференции, надеюсь еще на три замечательных дня с вами вместе. Спасибо.